Женьмин-Жибае, Китай, можно ли увидеть просвет в российско-украинских отношениях? Сао Вэнсяе, Женьмин-Жибае, Китай 17 июля 2019 года 12 июля на сайте Кремля было опубликовано заявление о том, что президент России созывает постоянных членов Совета Безопасности для обсуждения вопросов, касающихся российско-украинских отношений в том числе телефонного разговора между лидерами двух стран, прошедшего накануне Стоит ли ожидать коренных изменений в непростых отношениях между Россией и Украиной? Проявление дружественной позиции по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова инициатором телефонного разговора между Путиным и Зеленским, который состоялся 11 июля, стала украинская сторона Президенты обсудили вопросы разрешения конфликта на востоке Украины, совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, а также возможность продолжения контактов в нормандском формате Нормандский формат был создан в июне 2014 года В честь 70-й годовщины высадки войск в Нормандии Франция пригласила туда глав России, Германии и Украины для проведения консультаций по вопросам, связанных с ситуацией на Украине Впоследствии эти четыре страны неоднократно устраивали в таком формате совещания на разных уровнях Нормандский формат всегда был главной платформой для обсуждения обстановки на Украине Стоит отметить, что 11 июля лидеры России и Украины впервые провели телефонный разговор и выразили дружественную позицию Путин одобрил предложение Зеленского о встрече, отметив, что это может быть интересно Россия никогда не отказывалась ни от одного формата переговоров, в том числе и от Нормандского Зеленский заявил, что лидерам двух стран необходимо встретиться лично Мы не будем изменять или отклонять любую форму дипломатического общения До разговора президент Украины представил программу встречи в социальных сетях Местом переговоров он выбрал Минск и выразил надежду, что в них смогут принять участие лидеры США, Великобритании, Франции и Германии Украина протягивает оливковую ветвь за последние годы отношения между двумя странами накалялись из-за обстановки в Крыму и на востоке Украины Став президентом, Зеленский определил одним из приоритетных направлений своей внешней политики восстановление отношений с Россией Поэтому международное сообщество обратило внимание на данный миролюбивый жест со стороны Украины Зеленский активно проводит встречи с лидерами стран ЕС, недавно он посетил Францию и Германию Президент Украины просит поддержки в вопросах присоединения к ЕС и НАТО, прекращения конфликтов на востоке страны и улучшения отношений с Россией Однако, судя по реакции европейских лидеров, они не желают занимать чью-либо сторону Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна согласна продлить текущие санкции ЕС против России Однако не готова вводить новые надеются на укрепление российско-германского сотрудничества в сфере энергетики Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа должна вести стратегический диалог с Россией и принимать меры по восстановлению отношений По сообщениям агентства Франс Пресс от 25 июня, Совет Европы восстановил полномочия России в парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСИ Профессор дипломатического института ГАФА отметил, что ЕС хочет предпринимать добровольные и активные действия для улучшения отношений с Россией Страны все чаще приходят к прямому диалогу Когда украинский вопрос в дипломатии крупных держав станет пограничным, то придется либо решить его, либо оказаться под еще большим давлением Вопрос может быть решен только через сотрудничество состоится ли встреча лидеров России и Украины Сможет ли она улучшить отношения между странами и проложить путь к разрешению украинского вопроса? По мнению ГАФА, ключом к сглаживанию внутриполитических противоречий может стать разрешение конфликта на востоке Украины, а замочная скважина для этого ключа – Россия Отношения между двумя странами – путь к решению украинского вопроса Сейчас Украина преисполнена надеждами, что сможет решить проблему при помощи Европы Зеленский предложил расширить нормандский формат, полагая, что в таком случае еще больше европейских стран смогут оказать давление на Россию Как стало известно, Путин отметил, что до встречи необходимо решить три вопроса Во-первых, подготовить переговоры на высшем уровне и встречу в нормандском формате Во-вторых, дождаться, когда в Украине пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство В-третьих, узнать, кто из потенциальных участников переговоров хочет в них участвовать По словам Пескова, так как США и Великобритания не входят в состав нормандской четверки Россия должна обдумать перспективы расширения формата и дать свой ответ Как же решить украинский вопрос? Гаофей уверен, что прежде всего США, Европа и Россия должны забыть исторические обиды и политические предрассудки И создать систему международных отношений, основанную на сотрудничестве Кроме того, надо идти от простого к сложному Проложить дорогу региональному сотрудничеству Сглаживая политические противоречия между Европой, Россией и Украиной при помощи экономического сотрудничества После этого нужно будет активно использовать многосторонние международные платформы Организации и механизмы для разрешения противоречий между Россией и Украиной В конечном итоге Украине предстоит самостоятельно определить свое место Найти подходящий путь развития, при котором ей удастся сохранить соответствующую независимость И усилить благоприятное взаимодействие с внешним миром Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ